всем привет зрителям моего канала хорошего настроения перед просмотром видео сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам есть есть хорошая новость пришли две новых клетки но пока хватило только на две клетки в дальнейшем хочу полностью все клетки что у меня есть поменять на такие вот как сейчас видите там сзади меня но в принципе клетки пришли утром пока помыл пока почистил пока продезинфицировал вот уже дело к вечеру канарейки как бы спать собираются но думаю перед сном канареечным сниму видео покажу с вами поделюсь итак переходим к обзору канареек то есть переходим к обзору новых клеток ну и посмотрим как в них располагаются канарейки и так перед нами две клетки клетки сделаны по моему из сосны но вот здесь рисунок типа дуба желуди видите это значит клетка дубовая на самом деле она мне кажется из сосны сделано но тем не менее клеточки сделаны аккуратно так друзья мои хотел сразу с вами посоветоваться потому что я что-то заморочился не знаю как правильно сделать смотрите в клетках есть такого плана поддончик поддончик я здесь разместил бумагу сейчас вам покажу вот то есть можно без бумаги таким образом и периодически берешь там шпакелем почистил вот к примеру если тут будут загажено можно будет так шпакелем почистить щеточкой вытряхнуть к примеру да это я к примеру или же стелить бумагу сразу чистые листы бумаги застилать вот так и просто периодически менять эту бумагу вот хотелось бы вашего совета как сделать лучше кто как делает лучше у меня вот до приобретения этих клеток было без бумажных этих поддонов у меня были просто поддоны я счищал шпакелем но тут не знаю может бумагу положить просто некоторые говорят под бумагой там могут жучки паучки собираться но если мы будем часто менять я не знаю там никто не успеет собраться ладно это вот такой вопросик кто знает подскажите поделитесь опытом значит по поводу клеточек две новых клетки клетка предназначена для разведения именно пар канареек то есть для пары канареек также здесь можно посидеть вот я посадил тут 4 канарейки им в принципе здесь вообще вольготно себя чувствует места много так значит как я вам продемонстрировал здесь поддон потом здесь есть такая встроенная кормушка можно насыпать сюда минералку ракушку песочек или же будем туда сыпать сухое зерно оборудую я ее дооборудую повешу здесь закреплю поилку внутри сделаем кормушку и вот я думаю в этом углу будет располагаться гнездо то есть самка когда встанет гнезда на жердочку она может здесь в туалет сходить или прыгнет потом в туалет сходят они обычно когда с гнезда слетают сразу в туалет идут чтобы в кормушку не попадал это тоже друзья учитывайте если у кого есть такие клетки так но в принципе по клетке еще что хотелось сказать у нее два входа это центральный кормить ловить пересаживать также есть в торце боковой вход возможно сюда можно будет вешать гнездо это вот раньше были такие гнезда они сейчас продаются вот такие штуки здесь крепятся и там гнездо ставится но я хочу сделать сейчас вам покажу у меня от есть такая поилка то есть поилки на каждую клетку у меня цепляются если кому-то не хватает то день через здесь и вот я хочу здесь приспособить карпаилочку купалочку то есть купалочку но она к сожалению не подходит видите как тут сделано все немножко надо подточить но я придумал думаю вот как-то сюда ее приспособлю потом проволочку тут дополнительную сделаю чтобы эти крючки цеплялись и будет в принципе нормально это для того хочу сделать чтобы когда самочка сидела на яйцах у нее у самочки была возможность купаться то есть это тоже полезно будет яички смачивать ну это полезно вот хочу так придумать в общем что касается клеток вот такая вот у меня обновочка это взял специально клеточки ну как специально давно хотел поменять все свои клетки ну и вот потихоньку начал вот с таких двух в дальнейшем думаю еще приобрету клетки буду вам все это дело демонстрировать и так вот эти самочки это же вот самочки которых я приобрел в кропотке на крайней выставке прошлый хозяин сказал что они неслись там можно самца им подставлять но они у меня сегодня находятся третий четвертый день пока яиц не было они там сидели во временочке во временной клетке сейчас пересадил сюда только пересадил клетки высохли думаю когда я их пересажу сейчас корма насыплю поилки поставлю минералку положу тоже поставлю минералочку там у меня есть ракушка песочек мел уголь толченый такая минеральная смесь сам делаю вот значит таких красавиц приобрел на выставке в кропотине две желтых и две оранжевых что хотелось бы сказать друзья мои вот у оранжевых все таки на затылке лысины конкретные там видно вот видите сейчас справа видно лысина как бы это уже я считаю какой-то дефект или как сказать не знаю ну вот у одной прям сильно выглядит а у другой не очень и мне пришла в голову мысль позвонить бывшему прошлому предыдущему хозяину и спросить почему так есть у меня есть сомнения то что он возможно порвал чубатую самку и чубатую самца надо уточнить просто ребятки вот если кто-то порует чубатых старайтесь чтобы чуб на чуб не попадала иначе будут вот такие лысины это видите как сами видите некрасиво в принципе ну если они будут хорошими мамами мы им простим эту лысину споруем их с нормальным самцом они нам дадут нормальных чубатых потомков вот значит так смотрятся клеточки кстати можно ставить эти клеточки друг на друга здесь ножки есть интересные такие коротенькие и вот так раз клетки четкие геометрия все классно становится идеально подходит друг на друга то есть можно этажами ставите 3 4 я думаю это же смело можно поставить вот это два этажа третий этаж но в четыре этажа мне кажется можно смело поставить и почему-то они пронумерованы вот здесь шестой номер здесь седьмой что-то почему-то пронумерована не пойму вот такие вот у меня появились две новых клетки они там сидят красотки сейчас уберу еще раз мы на них посмотрим кстати говоря вот эти желтые самки идеально подходят для ярко лимонного самца знаете есть желтые ярко а есть бледно-желтые вот такие вот бледновато желтые они подходят хорошенько до для или как под под ярко-желтого самца и тогда потомство будет красиво насыщенное перо так в принципе пока на речкам все хорошо я думаю не надо будет им сидеть 40 дней в карантине сейчас посмотрю если но вот четыре дня и яиц нет я думаю их и не будет в принципе чего посидят недельку другую понаблюдаю кто будет готов к размножению пущу в паровку и будем наблюдать какие они мамаши так по здоровью вроде здоровые кал нормальный вон у них поноса нет вот они ели чего не морковку ели зерно едят у меня кал вполне на мой взгляд нормальный вот он так что вот такие вот новости вот такой вот обзор такие клетки такие самки кстати говоря надо будет подобрать еще самцов у меня там есть желтый оранжевый пестрый как воробей такие вот самочки на этом мое видео подходит концу благодарю вас за внимание пишите в комментариях насчет кто как делает по поводу поддончиков бумагу или не бумагу хотя вы смотрите мы сейчас видео снимаем с вами я буквально перед видео постелил новую бумагу видите уже уже здесь можно чистить в принципе если я готов эту бумагу менять через день каждый день и там будет классно просто как бы сохранить клетки чтоб не были они загажены слишком хотя не значит бумага кончится допустим и куда я пойду все друзья мои всего хорошего до свидания пишите в комментариях до скорой встречи на моем канале у вас есть есть и по